Импортозамещение в самом ортодоксальном смысле, то есть не просто уход из-под санкций, а переход на агрегаты собственного производства, возглавили не автомобильные, а тракторные заводы. И первый среди них — петербургский тракторный завод, который сам выпускает кабины, мосты и узлы сочленения, а на московский агросалон привёз обновлённый Кировец К5 с автоматической коробкой передач собственного изготовления. С 2017 года у нас реализован проект по цеху трансмиссий. Благодаря Фонду развития промышленности мы полностью делаем, прям вот от самых мелких деталей до узла в сборе, мы делаем коробки сами. Это наша гордость, потому что это сложный узел, очень немного трансмиссий делается в России, и особенно таких нагруженных, как в тракторе Кировец. Малая по меркам Кировца модель К5 пятого тягового класса, которая выполнена в дорожном габарите, выпускается с 2020 года и модернизирована весной. Мы не просто полностью производим трансмиссию, мы в этом году, вот летом, реализовали наконец-то КПП, которое полностью автоматическое внутри диапазона. Соответственно, механизатору достаточно выбрать направление движения и, допустим, второй рабочий диапазон, и трактор сам выбирает, на какую скорость переключаться. Двигатели у кировцев исключительно российские. У К5 это ярославская шестерка ЯМЗ-536 мощностью 250 сил. А у старшей модели К7М Тутаевский дизель В8, об очередном обновлении которого мы рассказывали летом. Мы потребляем большую часть объема выпуска Тутаевского моторного завода, и слава богу, что у нас есть контакт. И мы видим статистику отказов, и она существенно отличается на промежутке 3-4 лет. Мы видим, насколько реже условно стали выходить из строя головки, те же самые злосчастные. Мы видим, как работает система охлаждения и так далее. То есть конструктивно Тутаевский моторный завод сделал очень серьезный рывок. В этом году мы, наконец, вышли на стандарт к дилеру, что вне зависимости от сложности поломки трактора, трактор не должен простаивать больше, чем одни сутки. Соответственно, устраняется абсолютно любой отказ в течение суток. Следующая стадия – создание тракторов мощностью от 500 сил, которым нужна новая трансмиссия. Но такая задача стоит давно, такие тракторы уже испытываются, и в том числе коробка, которая будет косозубой и, соответственно, будет выдерживать нагрузки, необходимые для работы 500-сильного трактора. Поэтому в перспективе, наверное, полутора-двух лет мы рассчитываем выпустить новые машины.